Саляму алейкум, ва рахматуллах и ва баракату. С вами я, Уммалик Муджази, по десяти малым пиратам Кур'ана. И хотела сегодня дать ответ на часто задаваемый вопрос. Часто сестры, когда возникает такое острое, сильное желание быстро выучить таджвит, задают такой вопрос. За сколько часов можно научиться таджвиту или за сколько времени? И этот вопрос, казалось бы, понятный, но тем не менее требует более подробного разъяснения. Я бы хотела остановиться на этом и разъяснить свое видение. Как мы понимаем, процесс обучения, в данном случае конкретно таджвиту, здесь или как в принципе любому предмету, строится на взаимоотношениях ученик-учитель-предмет. То есть предмет изучения. Еще, конечно, могут быть ученик, например, если группа с одногруппниками, например, или еще какими-то людьми, которые в процесс этот так или иначе входит. Ну, а снова вот, да, ученик-учитель-предмет. Если будем говорить про учителя, да, то есть, конечно же, здесь важно понимать, что учитель, он может иметь разный уровень, разная загруженность, разный подход к обучению. И это все зависит или как бы влияет в той или иной мере на скорость того, как можно научиться этому предмету. Также есть предмет, да, есть более сложный, есть более легкий и так далее. Ну, конкретно про таджвит, да, то есть вот предмет таджвит у нас. Здесь еще важно понять, что вы понимаете под таджвитом, да, когда задаете такой вопрос. Поэтому здесь очень, ну, как бы, может быть непонятен этот вопрос, потому что нужно разобраться изначально, что же такое для вас конкретно тот, кто задает этот вопрос таджвит. И перейдем как бы к ученику. Здесь очень важно понимать, какие, во-первых, что под понятием таджвит, потому что кто-то имеет в виду какие-то теоретические правила, кто-то имеет в виду научиться таджвиту, то есть научиться правильно читать, кто-то имеет в виду и то, и другое вместе, А кто-то имеет в виду и то, и другое, плюс умение еще это и преподать кому-то, да, то есть не просто технически, как бы автоматически отвечать на вопрос, или знать их, просто читать, а еще умение это рассказать, донести. Поэтому, конечно же, здесь нужно этот вопрос расширять и понимать, кто что хочет, то есть какая цель, что под этим подразумевается. Если мы упустим вот это вот все вместе, да, то есть какая там цель и так далее, то к любой, и какая бы цель из этих не стояла перед вами, важно сказать, что все зависит, да, то есть какая-то определенная цель, выяснили, что такое таджвит. Ну, не все, а, наверное, большая часть, я бы сказала, что 80% зависит от того, ну, как бы, кто ученик. Во-первых, это способности ученика, то есть учился ли такой человек ранее, для него обучение это что-то новое, да, то есть как бы нейронные связи у него, возможно, не привыкли к обучению. И поэтому любая маленькая информация для него это вот огромный какой-то объем, кажется, да, или, возможно, для вас это обучение, это легкое, для вас большой объем информации, будет доступно вам легко. Да, и мы не скажем, что это то или другое плохо, но это сказывается на то, сколько же времени вам нужно для этого. Этого, да, может быть так, что человек не обучался, но ему будет все даваться легко, да, но мы говорим в общем, обобщая, да, то есть в общем, обычно это влияет. Если никогда никто, где там кто-то не учился, то ему будет сложнее, как правило, да, обучаться. Но не факт, да, то есть не всегда. То есть, во-первых, да, вот этот вот момент, учился ли ранее, вообще не обязательно по этому предмету, вообще, в принципе. В способности человека, да, то есть может быть способный, он просто не знал, никогда не обучался, но вот у него прям способности, и, да, кто-то обучался, но в каком-то предмете он лучше, в каком-то хуже, и, возможно, в этом предмете способности будут у него. А, возможно, нет, возможно, ему будет сложно, ему нужно будет дубрить, пересматривать, переспрашивать. Опять же, это не то и не другое неплохо, это просто особенности ученика, и нужно с ними как бы сочетаться. Поэтому, когда человек спрашивает, незнакомый студент, да, хочет записаться, а сколько же мне нужно часов, это, ну, как бы вопрос такой общий, да, то есть, ну, плюс возраст тоже играет значение, да, то есть, понятно, чем возраст больше, и еще другие вот эти факторы обучения, да, и так далее тоже влияют. Вот. Состояние здоровья, потому что если у кого-то там состояние плохо, это тоже, как бы, влияет на его обучаемость, да, ему учиться, если болит голова и все болит, то и в голову не сильно лезет какая-то информация. Кому-то, ну, это не будет мешать, а кому-то мешает, поэтому это тоже может влиять. Активность ученика, да, то есть, если вы, ученик такой активный, он хочет и то, и то, то есть, он активный, он больше информации желает, как бы, усвоить, соответственно, это будет влиять, конечно. Конечно. Загруженность, да, студента также это важно, потому что если это сестра, у которой семья, у которой там 10 детей, у нее нету помощников, да, у нее нету кто-то, кому дома, например, помогать, там, по дому, чтобы помогли с уборкой или с детьми, то, конечно, время на обучение у нее намного меньше, чем тот, да, у кого есть там помощники, кто семейная атмосфера способствует или помогает, да, то есть, хотя бы кто-то из дома, например, во время урока помогает сосредоточиться на уроке. Это тоже работает, не работает, то есть, очень много всяких, да, то есть, насколько человек организованный, то есть, вот эти все важные моменты, плюс придерживается ли сам ученик уже во время процесса рекомендации учителя, да, то есть, можете на уроке, да, да, все понятно, дома ничего не делать, то есть, вот эта самостоятельная работа, это тоже влияет на значение, потому что, ну, очевидно, да, если дома больше работать, заниматься, то прогресс больше у сестер. И очень важный конец, конечно, мотивация, то есть, насколько человек замотивирован, он хочет, к сожалению, бывает очень часто в начале хочу-хочу, вот сейчас-сейчас, вот прям хочу научиться, завтра прямо, или еще вчера хочу, а когда приступает к обучению, видит, что это очень, ну, как бы, не так легко, да, это не раз и научился, а нужна практика, нужно старание и потухает, и поэтому эту мотивацию нужно, как бы, обновлять и понимать, что ради чего, ради кого вы желаете научиться читать Коран. И спешка иногда это мешает, то есть, вы хотите все быстро, у вас не получается быстро, потому что быстро это, ну, не получится, да, чтобы все, то есть, даже, и такая падает мотивация резко, у меня не получается, я хотел за месяц, а тут уже месяц проходит, а я еще только, вот, начал понимать, где я, поэтому это тоже, спешка здесь не подходит, и, как бы, переходя еще раз в количество, да, то есть, на том же YouTube-канале у меня, у вас доступе есть там и, например, интенсивный, интенсивный уровень тачвида, то есть, вы видите, там, сколько часов, там, примерно, например, 30 часов, скажем, в среднем, да, там, или там, чтобы взять какой-то учебник, вот, теоретический курс, это, ну, примерно, 70 часов просто теории, когда я, как учитель могу это говорить, может, даже больше, это, как бы, такой самый базовый, да, вот, один из курсов, который есть, вот, он, там, 50, по-моему, 4 или 3 урока, ну, по полтора часа, то есть, это в среднем вот такое время, соответственно, соответственно, это, это только учитель это говорит, понятно, что ученику это нужно усвоить, это нужно выучить, и сколько на это нужно времени зависит от многих факторов, которые я уже назвала, да, то есть, семья, работа, занятость и так далее, кому-то нужно этот урок просто просмотреть или присутствовать на уроке, сделать такой мини-конспект, уже все понятно, а кому-то нужно было, некоторые, если записи есть уроков, переслушать по 3-4 раза, и только тогда непонятно, поэтому, опять же, сколько конкретно для вас нужны часов, это будет видно затем, плюс таджвид, да, есть теория, а есть практика, то есть, таджвид в основе это то, как вы умеете читать, подкрепляя теоретическим материалом, да, то есть, мы учим теорию для того, чтобы правильно читать, насколько быстро вы научитесь правильно читать, это тоже, ну, как бы вопрос практики, тренировки, да, нужно знать теорию, нужно, как бы, знать, как это в практике проявляется, и много тренироваться, да, только тогда будет какой-то результат. Это вот такой короткий ответ на часто задаваемый вопрос, который, когда, ну, вот, сестры иногда пишут в Инстаграм, недавно писали некоторые, модератор, вот, мне его озвучила, говорит, вот, мне задают такой вопрос, вот, как бы, такой, ну, как бы, не знаю, что на него отвечать сестрам, потому что одним словом, ну, трудно это ответить, и тем не менее хочется ответить, поэтому такое будет, ну, как бы, послание, да, для всех желающих научиться, чтобы вы стремились к тому, чтобы это научиться, ну, не спешили и понимали, что в вашем конкретном случае будет как-то по-особому, не так, как у всех, у кого-то хорошо, у кого-то более долго или быстро получается, но у вас будет по-своему, это может быть быстро или не быстро, но это будет ваша особенность, и если у вас что-то не получилось, да, допустим, какой-то курс, это не означает, что у вас уже все, нету возможности, вы можете еще раз и еще раз, поэтому есть возможность переслушивать многократно, да, то есть вот это старание, оно тоже, иншалла, будет вознаграждено. Поэтому благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, надеюсь, вопрос я раскрыла достаточно, если будут вопросы у кого-то, вы задавайте под видео, иншалла, будем отвечать, или поддельных видео, если вопрос более широкий, или под видео, иншалла. Субтитры создавал DimaTorzok